Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Анна Марченко. Смотрите в этом выпуске. Выбора нет в Думу Югры. Пришел федеральный законопроект об отмене голосования за губернатора нашего региона. Драм-кружок, кружок по фото, а еще пение и театральная студия. Своей двери готовится распахнуть Центр развития талантов ребенка. Благотворим журналисты Сургута собирают средства на лекарства для девочки из ДНР. Выборов губернатора Югры и Ямала все-таки может не быть. В Думу нашего региона уже поступил федеральный законопроект, который предусматривает отмену голосования за руководителя ХМАУ. Ожидается, что парламентарии на заседании 19 ноября должны рассмотреть этот вопрос. Однако пока в повестку его не включили. Информация об отмене губернаторских выборов появилась в СМИ в конце прошлой недели. Сообщается, что президент России Владимир Путин хочет оставить за собой право назначать руководителей тех субъектов, которые формируют государственный бюджет на 50% за счет добычи нефти и газа. Информации о ситуации с нами поделился Евгений Дроздецкий, депутат окружного парламента. Смотря из кого будут выбирать, и если будут выбираться, будет глава выбираться из местных депутатов, как предполагается, наверное, да, это решение. Из тех источников, с которыми знакомился я, предполагается именно такая система. Из тех людей, кто будет выбран в окружную думу, будет предлагаться три кандидатуры на рассмотрение президента. Если такой сценарий реализует, то сложится ситуация, при которой губернатор будет больше года руководить Югрой с приставкой исполняющей обязанности. По пока еще действующему регламенту, выборы главы ХМАУ должны состояться 13 сентября 2015 года, а выборы депутатов 4 декабря 2016 года. Этот вопрос парламентарии рассмотрят на ближайшем заседании Думы Югры 18-19 ноября. Около 9 часов утра во вторник автовокзал Сургута ненадолго оказался парализован. Его работу прервало сообщение о возможном ЧП. Сигнал о задержанном мужчине поступил в дежурную часть сургутской полиции. На место происшествия примчались экипажи наружных служб экстренного реагирования. Оказалось, что на пункте досмотра у мужчины при личном обыске нашли ручную гранату и пневматический пистолет. Находки отправили на экспертизу. В настоящее время по результатам дополнительной экспертизы, проведенной специалистами, данный предмет является муляжом гранаты, которая непригодна отрыву. Работа с задержанным мужчиной продолжается. Свой профессиональный праздник отметили работники органов внутренних дел. Сегодня в Сургутском управлении трудятся больше тысячи человек. Многие из них служат не один год. Лучших в этом году участвовали в концертном зале городской филармонии. Полицейские получили памятные знаки и благодарственные письма за безупречную службу. На церемонии награждения присутствовали и работники смежных структур, прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, администрации и градообразующих предприятий. Все отметили высокий профессионализм сургутских правоохранителей. С поздравлением к коллегам обратился и начальник управления Александр Герохов. Это праздник символ доблести, чести, мужества, отваги, сильных и самоотверженных людей, для которых понятие долга, чести, справедливости, наверное, это дело всей жизни. Многие сотрудники сегодня встречают этот праздник на боевом посту. И где бы ни находились сегодня, ни несли службу сотрудники полиции, их всегда будут оттечать такие качества, как профессионализм, чувство глубокой ответственности за выполнение поставленных оперативно-служебных задач. В Нижневартовском районе торжественно открыли движение по мосту через реку Вах. Этого события жители Югры и Томской области ждали почти 50 лет. Новая переправа соединила Нижневартовск с городом Стрижевой. Общая длина путепровода 8 километров. С открытием моста около 400 тысяч человек получили доступ ко всей транспортной сети страны. Отмечу, раньше движение через Вах осуществлялось либо на пароме, либо по понтонной переправе. На строительство моста потратили примерно 9 миллиардов рублей. Большую часть средств вложила Югра. Оставшиеся деньги поделили Томская область и госбюджет. Дорога, мосты – это то, что дает возможности активизировать предпринимательскую деятельность, следовательно, повлиять на занятость людей, следовательно, на их благосостояние, следовательно, на более высокий уровень свободы в выборе своего жизненного пути и возможности для своих детей. Добавлю, что до 2020 года наш округ направит еще около 30 миллиардов рублей на реконструкцию дорог коридора Югра-Томская область. Ремонт трасс соседей региона будут вести сообща. Отмечу, что в перспективе северный широтный коридор должен соединиться с дорогами Новосибирской области. Соединившись сегодня здесь исторически на мосту, мы рассматриваем дальнейшие планы развития для того, чтобы разрезать наши северные территории транспортными коридорами, для того, чтобы дать возможность выхода на большую землю и на транспорт предприятиям и жителям, которые проживают и в Хантамансийском автономном округе, и в Томской области. Актуальные вопросы сферы ЖКХ обсудим в прямом эфире в Ток-шоу Диалог. Включайте телеканал СИН плюс ТВ3 в среду в 19.00. В Сургуте готовится к открытию новый поистине уникальный детский сад. Центр развития талантов ребенка распахнет в январе двери для почти 500 малышей. Здесь ребята будут заниматься по программам, которые для них сегодня готовят специалисты Сургутского госуниверситета. Отмечу, что никакого входящего тестирования детям проходить не нужно. Дарья Давыдова продолжит. Сегодня здесь уже практически все готово. А примерно год назад бывшее заочное отделение Сургутского госуниверситета разобрали до фундамента. На месте бывшего отделения вуза почти с нуля возвели новый объект – Центр развития талантов ребенка. Заклеили полностью обои, завершили покраску стен и готовим обои, стены под дизайнерские клеивания. То есть под дизайнерские обои, которые будут способствовать развитию воображения малышей. Например, стены музыкального класса оформят в соответствующем стиле – инструментами и нотами. Также специалисты планируют отдекорировать здание с учетом специфики Ханты-Мансийского округа. Проектная мощность Центра развития талантов – 340 малышей. На самом деле посещать его смогут почти 500 ребят. Помещения просторные и вместительные. Разработкой программ, по которым будут учиться дети, занимаются специалисты Сургу. Уникальные пока на сегодняшний день, я не могу раскрывать все секреты, программы, которые, безусловно, обогатят основную образовательную программу. Свои двери Центр-садик откроют в январе будущего года. Уже открыт набор малышей на художественно-эстетическое, естественно-научное, речевое и физическое направление. Кстати, заявить своего ребенка на посещение Центра развития талантов могут не только все желающие родители. У нас подписано соглашение с Департаментом образования, управлением дошкольным образовательным учреждениями о предоставлении списка детей из реестра общей муниципальной очереди. Тем самым мы предполагаем, что, безусловно, этим мы разгрузим городскую систему дошкольного образования. Еще одно ноу-хау. Родители смогут в интернете наблюдать, как занимается их ребенок. Кстати, посещать Центр развития талантов смогут дети до 18 лет. На его базе будет работать и направление дополнительного образования. В проектах Сургу открытие еще одного подобного учреждения. Располагаться оно будет в кампусе университета в пойме реки Обь. Там же рядышком специалисты планируют построить и школу для отдаренных детей. Дарья Давыдова, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. В Сургуте назвали лучшего учителя. Безоговорочным победителем конкурса «Педагог года» стала Ирина Дубейко, учитель русского, английского языков и литературы гимназии имени Салманова. В номинации «Педагогическая надежда» лучшей стала воспитатель детского сада «Журавушка» Ксения Аманатиди. В номинации «Сердце отдают детям» педагог дополнительного образования Центра детского творчества Светлана Михайлова. Психологом года названа учитель начальной школы детского сада номер 43 Лариса Хазбиева, а воспитателем Татьяна Нагорнова из детского сада «Рябинушка». Победители конкурсов примут участие в международном семинаре «Стратегии и практике современного образования. Опыт Финляндии» в городе Кауниайнин. Всего в конкурсах участвовали около 50 человек. Лучших определяли не только коллеги и чиновники от образования, но и старшеклассники. Я хочу выразить слова благодарности и признательности всем руководителям образовательных организаций. У нас есть слаженный, хорошо организованный педагогический коллектив. У нас есть родительское сообщество, которое нас поддерживает. Больше 30 тысяч человек в этом году поучаствовали в программе оздоровления компании «Сургутнефтегаз». Об этом стало известно на отчетном заседании. На нем также рассказали, что основные места отдыха сотрудников СНГ – кедровый лоб, нефтяник Сибири, Лермонтова и юный нефтяник. Кроме того, ежегодно для работников акционерного общества закупаются путевки и в других санаториях России и зарубежья. Причем сотрудники оплачивают только треть от стоимости лечения. Особое внимание уделяется контролю качества услуг. Нефтяники регулярно проходят анкетирование. Так, по итогам опроса и после проверки с одной из здравниц договор заключать не будут. Мы отказались, имея такие замечания, от услуг одного из санаториев Белокурихи. То есть ее просто взяли и не пригласили. Раз у тебя столько много замечаний, ты обещал одно, подписывал договор на одно, а услуги оказались другого качества. Ну, тогда ты в следующем году с нами работать не будешь. В Сургуте состоялся двухдневный форум «Стартап» – современные информационные технологии. В рамках мероприятия прошли круглые столы по эффективным развитиям бизнеса, встреча с представителями администрации города и торгово-промышленной палаты округа и выступления экспертов. Александр Журба из Москвы поведал молодым и потенциальным предпринимателям о плюсах и минусах инвестиций. А Михаил Пономаренко из Екатеринбурга рассказал, как можно продуктивно продвинуть бизнес через социальные сети. Очень много было интересной информации, озвучивались предприниматели, которые добились определенных успехов. Но тоже в какой-то сфере они могут и помочь, в какой-то сфере они не могут помочь, поскольку специфика бизнеса, она подразумевает определенную направленность в каждой сфере. В Сургуте состоялась торжественная церемония объявления финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион». В этом году в нем приняли участие почти 500 работ. Среди членов жюри именитые журналисты России, которые, кстати, провели мастер-классы для коллег. Журналисты со всех уголков России собрались в Сургуте ради одного – услышать свою работу в числе финалистов «Тэфи-регион». По словам председателя жюри Леонида Млечина, этот конкурс – отличная платформа для творческой реализации и повышения профессионализма журналистов. «Тэфи-регион» – просто какая-то такая необыкновенно важная часть телевизионной жизни нашей страны. Я счастлив, что он продолжается, этот конкурс, и надеюсь, что он будет продолжаться. И в этом смысле работа Академии Российского телевидения неоценима, потому что вне московская журналистика – это такое дело, которое нуждается в профессиональном совете, в встречах, в беседах, в обсуждениях. В этом году на суд жюри было представлено почти 500 работ по двум направлениям – информационное и просветительское и развлекательное телевещание. В первой номинации финалистов определили этой осенью в Пятигорске, конкурсанты второй и собрались в нашем городе. С приветственным словом участникам выступил глава Сургута Дмитрий Попов. Я просто желаю, чтобы наши СМИ получили сегодня достойные награды. А те, кто сегодня награды не получат, тем желаю успехов в дальнейшем, ваши победы еще впереди. Кроме непосредственно финальной церемонии, в рамках ТЭФИ «Регион» проходили мастер-классы федеральных журналистов для коллег из регионов. Например, известная телеведущая Первого канала Арина Шарапова рассказала об особенностях современного ТВ. Более клиповое мышление, оно все-таки вторгается в нашу жизнь. И информация, так или иначе, все равно нас забивает. Хотим мы того или нет. Нам об этом говорят взрослые, нам об этом говорят мамы и папы. Счастливых обладателей бронзовой статуэтки ТЭФИ объявят в Сочи с 25 по 28 ноября. Кристина Семенюк, Светлана Стебенькова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Помочь и словом, и делом сообщество профессиональных журналистов Сургута при поддержке общественников и неравнодушных горожан запустило благотворительную акцию. Ее цель – спасти девочку из Донецкой Народной Республики от лейкоза. Ульяне Солодько требуется лекарство стоимостью 80 тысяч рублей. Ульяне Солодько из Донбасса – лейкоз. На лечение девочки требуются деньги, которых в семье просто нет. За помощью обратились в том числе к журналистскому сообществу. В нашу группу написала Рита Суворова. Она работает в комитете по связям с общественностью Донецкой Народной Республики. Она переслала нам просьбу к главе Донецкой Народной Республики Захарченко, просьбу жительницы ДНР Натальи Голубничей о том, что ее дочка болеет лейкозом и ей необходима помощь. Чтобы тогда премьер-министр, сейчас избранный глава ДНР, оказал бы финансовую помощь, чтобы она купила лекарство. Журналистское сообщество, прочитав в группе в социальных сетях сообщения, решило помочь. Конечно, проще было бы объявить обычный сбор денег. Но фотограф Александр Андриенко предложил свой вариант – устроить фотосессию, вырученные от которой средства пойдут на лекарства для Ульяны. Чем могу, тем помогу. Я могу снимать, я готов снимать. И не только я, и ряд профессиональных фотографов готовы потратить свое время. На благое дело. На призыв помочь девочке откликнулись многие, даже те, кто не планировал фотографироваться на этих выходных. За первый день собрали больше 15 тысяч рублей. Чужих детей не бывает. У меня у самого было деток. И когда детки болеют, это очень печально, больно. И надо помогать. Если есть силы, возможность, доброе сердце, душа. Надо помогать. Средства на лечение девочки из ДНР принимаются по адресу проезд «Дружба-6» в помещении общественной организации «Содружество», а также на местах последующих благотворительных фотосессий. Ящик будет открываться комиссионно вместе с журналистским сообществом города Сургута. Деньги будут пересчитаны. И на них будут закуплены лекарственные средства, которые требуются. То есть, чтобы ввести не деньгами, а сразу именно те препараты, в которых попросили оказать помощь. И передадим либо я лично, либо кто-то из сопровождающих колонну с гуманитарной помощью, передадут лично маме этой девочки. Благотворительная акция продлится ориентировочно до 25 ноября. Сюда же, на «Дружба-6» можно принести продукты длительного срока хранения для жителей Донбасса, а также теплые вещи, причем не обязательно новые. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Чудеса бывают. Пятилетней сургутянке Лейсан Фадхуддиновой пришел подарок от известного российского спортсмена Федора Емельяненко. Ребенку с диагнозом детский церебральный паралич подарили специальный стул для кормления. В начале июня Ханты-Мансийск принимал финал чемпионата страны по боям без правил. В ходе турнира состоялся аукцион в поддержку проекта «Особенные дети.рф». Перчатки с автографами легендарных российских бойцов Емельяненко, Тищенко и Шлеменко приобрели егорские бизнесмены за 2 миллиона рублей. На эти деньги купили необходимые для детей вещи. Такая посылка была доставлена и в наш город. По всей стране, по всем городам нашей страны были сделаны крайне необходимые детям-инвалидам средства. А именно в Сургут было направлено это кресло, которое у ребенка будет сидеть, кушать, писать, рисовать. Все, что необходимо. Универсальное детское кресло для детей с ограниченными возможностями здоровья прислал благотворительный интернет-магазин «Особенные дети», который работает для безвозмездного обеспечения тяжелобольных ребят специализированным оборудованием и инвентарем. Стульчик пришелся семье как нельзя кстати. Из предыдущего девочка уже давно выросла. Эти и другие новости есть на нашем сайте indifisnews.ru. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Потрясающая меховая история От салона кожи и меха Chelsea Греческие шубы Норка, леса, соболь, куница, ласка На шубы из норки скидки до 30% Действует рассрочка Приходи в Chelsea Современные, стильные, надежные, на любой вкус Входные и межкомнатные двери Цены разумные, условия интересные Сервис гарантированный Салон дверей на магистральной Открытый для всех, доступный каждому И о погоде на 12 ноября Здравствуйте в студии Елена Ливанова Меховое изделие от солейной коллизионе Генеральный спонсор прогноза погоды Компания DecoLux Компания DecoLux предлагает автоматические секционные ворота Защитные рольставни, турникеты, шлагбаумы Автоматические распашные откатные ворота и жалюзи DecoLux Надежная защита вашего имущества Телефон 262772 Улица Егорская, 38 Телефонная 261407 262772 В среду в большей части Западной Сибири Погоду будет определять мощный североатлантический циклон Наполненный снеговыми облаками И не по сезону теплым воздухом С температурным режимом на 5-7 градусов Выше климатической нормы Ночью в Сургуте и окрестностях Облачно с неустойчивыми прояснениями Возможно небольшой снег Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду Температура воздуха Минус 5, минус 10 Утром облачно снег На столбиках термометров около 7 градусов мороза Днем также облачно временами снег В направлении ветра юго-западная 5-10 метров в секунду Температура 0, минус 5 Возвращение легенды Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам Сеть салонов Саламандр В сети салонов обуви Саламандр Новое поступление мужского и женского ассортимента из Германии и Финляндии В течение дня солнечно-активность умеренная Геомагнитное поле неустойчивое Возможно, слабые магнитные бури Атмосферное давление будет падать И составит 752 миллиметра ртутного столба Это мой новый друг Слоник Его можно кусать, когда ляжутся зубки Собирать и разбирать Еще играть с ним в мячике Музыкальная пирамидка с шариками Слоник Только в Карапузе по суперцене Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз Достойное качество по выгодным ценам Как обновить квартиру к Новому году? Начните с мебели Удобные и очень красивые шкафы-купе Гардеробные, кухни, детские Из экологически чистых материалов Изготовят по вашему персональному заказу На Фабрике Комфорта В компании Фабрика Комфорта Новый год уже начался Грандиозное снижение цен Салон меха и кожи Солени Коллизионе Предлагает коллекцию нового сезона Для мужчин и прекрасных дам Стильные вещи и приятные цены порадуют вас Приходите за покупками В торгово-развлекательные центры Вершина и Сургут Сити Мол Столени Коллизионе Согреет вас в любую погоду Я желаю вам всех благ Будьте здоровы, до свидания